Добрый день, уважаемые коллеги. Комплексное лечение пациентов с дифференцированным раком щитовидной железы сейчас очень сложно себе представить без радиотерапии. Радиотерапия – это самый используемый метод среди всех лечебных процедур с использованием открытых источников ионизирующего излучения. В основе лежит цельное воздействие радиоактивного йода на клетке щитовидной железы. Терапевтические эффекты реализуются при активном транспорте йода из крови в поликулярной пиле щитовидной железы посредством натрий-йодного симпульта. Йод накапливается в поликулах щитовидной железы, связанном с терроглобулином виде, и секретируется с эффективным периодом полувведения в несколько дней. Период полураспада 131 йода составляет около 8 суток, содержит в себе и бета-излучение, и гамма-квантовую составляющую. В этой частице пробегают максимально в тканях на 2,5 мм. 90% энергии излучения протекает на расстоянии до 1 мм. А гамма-составляющая помогает нам в реконструировании изображений на посттерапевтическом сканировании всего тела на гамма-кванере. Радиотерапия используется у большинства пациентов больных после тиреоидоктомии и ни в коем случае не заменяет оперативное вмешательство. И также проводится для облации тиреоидного остатка как дивантный метод для удаления микрометастазов, лимфатические узлы или вложече щитовидной железы, и как терапевтическая методика используется для лечения верифицированных отделенных метастазов. Регулирующие документы у нас все те же. Доктора хирургии и доктора радиотерапевта думают одинаково. Рекомендации Американской терапевтической ассоциации от 2015 года. Российские клинические рекомендации по диагностике и лечению дискодифференцированного рака щитовидной железы и НССН. Соответственно, прежде чем приступить к назначению радиотерапии, необходимо после проведения оперативного вмешательства стратифицировать пациенту из двух групп риска – низкого, среднего или высокого – в зависимости от объема упухлевого поражения, объема выполненной операции, радикальности выполненной операции, от патоморфологической и молекулярно-генетической характеристики упухли. В группе низкого риска радиотерапия может быть показана в активностях из семей лекарей в случае агрессивного гистологического варианта при размерах речного поражения до 4 см, когда есть микрометрастазы, вазе капсулы, например, и когда пациентам более 45 лет. Но радиотерапия в группе низкого риска рутинно всем пациентам не показана. В группе промежуточного риска после выполнения тотальной тиреоидоктомии может быть проведена радиотерапия остатка тканей щитовидной железы в низкой активности 30 мл. или как одевантная методика более высокими активностями куда-то все каллигально оплуждаются 150 мл. В группе высокого риска радиотерапия однозначно рекомендована всем пациентам, так как достоверно повышает выживаемость. При наличии отдаленных метастазов костных или эсцеральных радиотерапий приводится в высоких активностях 150-200 мл. Наши коллеги очень четко, стройно выстроили рекомендации. Опять же, здесь повторяется рекомендация о неназначении радиотерапии в группе низкого риска и о либеральном входе к назначению радиотерапии по активностям в группе промежуточного и высокого риска. Активность выбирается коллегиально в зависимости от конкретной клинической ситуации. Также необходимо динамически наблюдать уровень тиреоглобулина и антител тиреоглобулина после операции, поддерживать дозу элитерапсина на субкративном или замещающем уровне. Тиреоглобулина с антителами оценивается в группе высокого риска каждые полгода-гол. В группе достигнутой биохимической ремиссии пациентов можно определять тиреоглобулина с антителами реже, год-гол. Показана сцентография всего тела пациентам высокого промежуточного риска через полгода-год после проведения радиотерапии. Соответственно, коллеги рекомендуют в НССН версии 2.19 очень стройные рекомендации относительно пациента и к клинико-патологическим факторам и по активности дозировок йода, которые мы можем предложить. И кратко суммирая, радиотерапия не показана пациентам с классическим вариантом патриарного рака щитовидной железы при ДНБ, 2 стадиях, 4 см уколевого распространения при отсутствии или минимальном поражении лимфатических узлов, когда не регистрируется, в динамике не растет уровень антителок тиреоглобулина, и когда уровень нестимулированного тиреоглобулина после радикальной выполнения операции составляет менее 1 наногамма на миллилитр. Радиооблация показана при индивидуальной комбинации фагностических факторов, что зависит и от размера первичной опухоли, и от ее гистологического строения, степень распространения инвазии в лимфатический коллектор, в зависимости от уровня послеоперационного тиреоглобулина или виража антителок тиреоглобулина, и также зависит от возраста пациента. Через 6-12 недель при выполненной операции слесообразно оценивать уровень тиреоглобулина тел к тиреоглобулину и проводить синтеграфию всего тела со 123 или 131 йодом. В зависимости от находок, также решается вопрос от уровня тиреоглобулина, от наличия или отсутствия захвата радиоактивного йода на синтеграфию всего тела, решается вопрос с радио-йодной амблацией, проводить ее или оставить пациента для дальнейшего наблюдения. Противопоказания радио-йод терапии очень схожны к применению дистанционных методик облучения, длинности лактации, применция сопутствующих заболеваний, гипопластические состояния костного мозга, тяжелая почечно-печеночная недостаточность, обострение язвенной болезни желудка, 12-перстной тяжки, поскольку йод применяется перорально, или в виде капсул, или в виде жидкости. Плюс легких в активной фазе и неконтролируемое поведение при психиатрических заболеваниях, поскольку мы лечим пациентов в закрытом режиме. Для того, чтобы начать радио-йод терапии, необходимо пациенту подготовить целевой уровень ТГД должен быть выше 30 микроэмгена на миллилитр, что достигается или отмены тиреоидных гормонов на 2 или 4 недели, или применяются рекомендации человеческих ТГД. Идут преинъекции за 48 и за 24 часа до предполагаемой радио-терапии. А необходимо также 2-4 недели соблюдать минимальную без-йодовую диету без рыбы, морепродуктов, ядированной соли, ядированного молока и отменить препараты, содержащие йод, миодерон, кардерон, например, и также выдержать время после внутривенного компостирования при ТТ на основе йода. Рекомбинатно-человеческий ТТГ исключает симптомы гипотиреоза, очень актуален для пациентов, которым нужна идеальная концентрация внимания, которые не могут себе позволить расклеиться в время отмены гормонов. Рекомбинатно-человеческий ТТГ быстро прирастает уровень ТТГ и быстро выводится. Также предпочтительно при отсутствии возможности увеличения уровня эндогенного ТТГ при большом объеме остаточной тереоидной ткани, при большом количестве отдаленных метастазов или при гипофизорной недостаточности у пациентов. Процедура радиотерапии достаточно проста. Перорально вводится водный раствор или капсула с йодом. Пациент переводится на закрытый режим в активные платы, проводится ежедневный дезиметрический контроль. Посттерапевтическая синдеграфия всего тела проводится в зависимости от фонового уровня изучения на 3-4 сутки после приема йода. Апперсивная терапия л-тероксином постепенно начинается через 48-72 часа. По достижении, согласно нормам радиационной безопасности, уровня эквивалентной дозы, мощности уровня эквивалентной дозы пациентов на расстоянии от 1 метра 20 и меньше микрозиверный час, пациент может быть вывезен. Наше отделение представлено 10-ю одноместными палатами. Палаты симпатичные, комфортные. Сколько мы пациентов задерживаем на 3-4-5 дней, старались сделать все симпатично, чтобы пациентам было удобно. Отделение неплохо оснащено. Пасовки радионуклида проводятся индивидуально по клиническим показаниям для каждого пациента. Постсерапевтическое сканирование проводится на гамма-камере. Здесь это планарная гамма-камера, Philips Brightview. Также еще считаем исследования на планарной гамма-камере, на фотонной эмиссионной компьютерной томографии, на гамма-камере Philips с 4-средством, компьютерным помогом. За 5 лет работы без малого 6 лечили очень много человек, 1800 курсов радиотерапии. Подтверждаем общую мировую статистику, женщин намного больше, чем мужчин, и популярный рак превалирует в молекулярных пациентах, молодые от 40 до 60 лет. На постсерапевтическом сканировании можем увидеть и остаточную ткань щитовидной железы, и метастазы в лимфатические узлы, и метастазы в костную ткань. Здесь маленький, просто метастаз, тело пятого подзвонка. Одна из моих самых любимых пациенток, можно сказать, метастазы здесь на планарной и на однофотонной эмиссионной компьютерной томографии видны и в костную ткань, и в легкие виден маленький остаток ложе щитовидной железы. Пациентка лечится неоднократно. Через 6-12 месяцев после радиотерапии обязательно контроль ТТД-Т4 для определения уровня суперсивной гуманотерапии дозы электроксина тириоглобулин, антипилак тириоглобулин обязательно должны определяться, периодически выполняться утии шеи с лимфоузлами и раз в год компьютерная томография легких. Также по показаниям располагаемых раз в год в группе среднего или промежуточного или высокого риска приводится определение проведения сантеграфии всего тела со 131 или со 123-м. Долгосрочное наблюдение все легко определяется по уровню тириоглобулина, титра антител тириоглобулина, их динамики находят у нас антиграфии всего тела. Или пациента мы ежегодно контролируем и вводим его в эмиссию, или уже определяем рецидив и думаем, что с ним сделать дальше. Или можно оперировать, или назначать радиоактивный йод. Или если мы определяем радиорефрактурность, то это выгодство и другие методики лечения. Как бы мы ни любили свою работу, тем не менее, нужно знать, когда нужно остановиться. Деференцированный рак щитовидной железы следует считать резистентным при наличии одного или нескольких из следующих признаков. Наличие одного и более очага цикодеференцированного рака щитовидной железы, который не может быть хирургически удален и визуализируется на методиках различных инструкций изображений, которые не накапливают терапевтическую активность йода при условии адекватно выполненной радиотерапии и терапевтического сканирования. Доказанное прогрессирование по системе РСИСТа 2009 года через 12 и менее месяцев на фоне адекватно проведенной радиотерапии высокими активностями при условии успешно облацированного остатка крайне щитовидной железы и при отсутствии регрессии очков опухоли при суммарной лечебной активности более 22 гбк или 600 мл. Есть такой пациент, который в 2015 году оперировался сначала нерадикально, потом далее выполнялась тиреоидоктомия радикальная, метастазировал имплантационно. К нам он первый раз попал в 2016 году. Получился в апреле 2016 года на серапевтическом сканировании нашли множественные метастазы в легких копящие йод как на плонарной синтеграфии, так и на однофатонной. В мае 2017 года, когда он приехал к нам второй раз, копление йода на посттерапевтическом сканировании мы не видим. Пациент был переведен в двух радиорезистентных. Есть ответ на все интересующие вопросы в НССН касательно лечения дальнейшего поведения пациента с установленной радиорезистентностью. Здесь исключительно использовать уже из одной генерации НССН в другой приводится исключительно использовать ленватениб, нацерафениб. Также при лечении элицеральных метастазов в группу вступает и методики современного дистанционного лучевого лечения, радиохирургического лечения, нейрохирургического лечения, при метастазе в головной мозг. Все решается у пациента индивидуально. Коллеги наши пришли к выводу, что системная таргетная терапия препаратами, зарегистрированными в Российской Федерации, латениб, сарафениб, показана при неэффективности радиотерапии и доказана прогрессированной опухоли через 3-12 месяцев после радиотерапии адекватно выполненной по лечению ресист-1.1. При отсутствии накопления йода хотя бы в одном опухолевом очаге, при прогрессировании опухоли на понепроводимой радиотерапии, при отсутствии положительного эффекта радиотерапии при суммарной терапевтической активности более 600 медикюри или 22 года. Пациенты, отвечающие каждому из этих оперев, у нас были. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...